В селе Новый Алгаши Цельнинского района живет народная мастерица, мастер папаши у чувашских национальных костюмов Татьяна Серебрякова. К своему любимому делу Татьяна Анатольевна пришла не сразу. После школы окончила Ульяновский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-бухгалтер сельскохозяйственного производства. Потом работала главным экономистом в колхозе «Вперед коммунизму» в селе Новый Алгаши, где и вышла замуж за учителя физкультуры. В 2006 году младшая дочь Елена, которая на тот момент училась в 10 классе, захотела участвовать в конкурсе «Чувашская красавица», но для этого надо было сшить национальный костюм. Вот тогда по фотографиям Татьяна Анатольевна сшила свое первое национальное платье. На этот конкурс ездили же не только из нашей деревни, из соседних деревень, им тоже нужны были платья. Чтобы достойно выступить, нужны были красивые платья, а в Чебоксары ездить не очень-то экономически выгодно, далеко. И заказывать, потом еще за костюмом съездить. Поэтому попросили. Одна просила, вторая просила. Ну вот так и получилось, что пошла. Во вкус. Да, вошла во вкус. Так Татьяна Анатольевна вошла во вкус. Теперь уже все село стоит в очередь к мастерице за национальными костюмами. К ней приезжают не только из Ульяновской области, но и из Чувашии, Татарстана, Москвы. На этой неделе на выходные приедут из Ульяновска, детский сад хочет заказать платья. Я вчера из Москвы Татьяна Расторгуева тоже в одноклассниках звонила, ой, написала, созванивались мы с ней, тоже хочет платье. Будем также работать по заказам. Очень мне хочется, вот что мне хочется, мне очень хочется вот это вот, вот эти украшения, чтобы научились дети делать. Вот, очень хочется. Но я еще не знаю, как это все организовать. У Татьяны Анатольевны небольшой цех. На манекенах выставлены образцы платьев, по которым ориентируются заказчики. Чувашские костюмы красиво вышитые. Мастерица дополняет разнообразными головными уборами, украшениями из бисера, бусин и монет. А помогает ей в этом младшая дочь Елена, которая окончила Институт культуры в Чебоксарах. Она программирует дизайны узоров для костюмов. В качестве моделей для представления костюмов на подиуме выступают учащиеся Новоалгашинской школы. Они же участницы художественной самодеятельности. Ирина Антонова, Николай Ларионов, Марат Мегдеев. Новости Уллправда ТВ.